ДИВИТЬСЯ ПРОСТО ЗАРАЗ ДИВИТЬСЯ ПРОСТО ЗАМУЩИНОЙ ОТДЕЛЬНО ОТ СВОЕЙ МАМЫ ТА СУЧАСНЫЙ ЗАПОРИЗЬКИЙ КОЗАК Он же ж бывший военный, суворовец. Он такой человек, что мозг изнутри съест, но добьется своего. Оголошую вас человеком и дружиною. Вин врятует ее от матери тирана. В принципе, как будто мы уже сто лет вместе. Я счастлива. АЛЕ НАТОМІСТЬ ВЛАШТУЕ ДРУЖИНІ БАГАТОЕТАПНУ ПЕРЕВІРКУ. Какой маникюр? Когда я живу с женщиной, то они мне сами делали это. И? Не хочу я это делать. О, Боже. Я хотел бы все уточнить через детектор ложе. Вообще, ну как-то... Колишній військовый. Проти тещи вчительки. Я ей сказал, говорю, учителя, люди сдержанные, воспитанные, они... Твоя задача молчать и слушать меня. Чи витримает новая родина? Такие выпробования. Я не буду этого терпеть. Оно мне *** не надо. ОДРУЖЕННЯ НА ОСЛІП 15 найкращих холостяків країни Та найспокусливіші наречення Влаштувати долі двох самотніх сердець беруться найкращі психологи країни Олена Любченко – кандидат психологічних наук, експерт сімейних відносин Єгор Тополо – доктор психологічних наук, випускник Нью-Йоркського університету Експерти особисто зустрілися з кожним учасником, щоб створити ідеальні пари За правилами проекту наречені вперше побачать один одного на власному весіллі Вони проживуть разом сім днів під одним дахом за спільний бюджет Молодята влаштують одне одному випробування У нас ще і тормозів не було За ці сім дні вони проживають в місті те, що інші пари не проживають і за десятки років спільної життя На учасників чекає неймовірний тиждень справжнього подружнього життя Найромантичніші побачення Відверті зізнання А що я повинна була сказати, що я стріляю інтимними мишцями по шарам? Драматичні переживання Та доленосне рішення Розійтися або поєднати свої долі назавжди Ми починаємо унікальний соціальний експеримент Два абсолютно незнакомих чоловіка получат шанс создати ідеальну сім'ю К нам обратилась жінчина в 47 лет У нього чудесне і редке ім'я Їе звуть Гея Она всю життя прожила з мамою І ніколи не була замужем А діти у нього вже є? У нього нету дітей і ніколи не було Вона сама, рібінок, своїй стареючій мамі Давай посмотрим її визитку Мене звути Гея Гея означає «богиня землі» Я вже більша і взрослая І мене багато років Аж цілых 47 В настоящее время Руководитель направлений піар В крупной компанії У мене дуже хороше образование Благодаря моїм родителям Мама – учитель Быть дочкой-учительнице – це діагноз Я стараюсь соответствовать требованиям Моей мамы І, можливо, це не завжди Получається Коли ми були дочечка Последний раз в филармонії? Ми були в марте місяці Потому що мамины ножки Ти не бережеш А скільки раз я тебе прошу, щоб Ти мене в машині возила? Ти мене, тому що вже затерроризувала Чому я викликаю з тій сторони Сыночку в то время, коли ти в командіровці? Тому що я в командіровці А я багато роботаю Гея – це доча, яка живет со мной Вона не ребенок, але для нее Решення битових вопросів – це просто проблема С которой она не готова справиться Ей действительно нужна поддержка от мамы Ви живете с мамой, да? Да, с мамой Ну, можна сказати, що я все равно считаю Це маминой територією Коли мужчини появляться Чому-то не важно її одобрення получить Потому що у мамы є якісь требования Даже те мужчини, які були, скажем так Я не видела среди них достойного Я до сих пор не замужем Как-то я вот переходила от одного мужчины Семейного к другому Они мене ничего не обещали Но меня всегда предупреждали, что Запомни, мы не будем с тобой вдвоєм Проходит время И ну вот какой-то такой бег по кругу Уже вот правда меня утомило Честно говоря, уже не хочеться Не хочеться быть третий А он какой? Ваш мужчина? Он настоящий Он защитник, он надежный Он семейный Такой уважающий, любящий И берущий ответственность на себя За семью За меня Я до сих пор не замужем Я не нашла своего мужчину И наверное, что-то со мной не так Наступила такая паника В связи с тем, что уже повыдавала замуж всех своих подруг Я хочу свадьбу И хочу быть с мужчиной И чтобы это была семья Но такой решительный шаг И я его хочу Создаётся впечатление, что Гея до сих пор не перерезала поповину Я бы сказала, что она несколько инфантильна И чтобы кардинально перестроить образ жизни геи Позволить ей начать создавать свою какую-то жизнь Очень важен мужчина Очень сильный и решительный Лена, хочу тебя познакомить с человеком, с которым я общался Зовут его Дмитрий Дмитрию 47 лет Он бывший военный Сейчас предприниматель Человек ответственный Умеющий добиваться своей цели Но давай посмотрим визитку, и ты больше узнаешь о нём Я Дмитрий Тихановский Мне 47 лет Я из города Запорожье Занимаюсь бизнесом продуктовый магазин О, братишка, здравствуй, дорогой Рад тебя видеть Работаем, работаем Всё получается Для меня дружба, она не просто слово Друг Мои друзья знают меня с детства Вот прямо с коляски Они знают, как я рос, мой образ жизни, мои требования и тому подобное А ты вспомни, как мы с тобой в молодости гоняли Я боюсь того, что новая его жена застегнёт ему шлем на последнюю дырочку И больше мы не сможем ехать Мы уже мальчишник перед свадьбой Сегодня мы едем с тобой кататься Согласен Это хорошая идея Требуем мальчишник Ну он душевный человек, он честный человек Он же бывший военный, суворовец Он такой весь властный Он такой человек, что мозг изнутри съест, но добьётся своего Скажите, какие отношения принесли во мной самый большой опыт? Самый большой опыт были мои последние отношения Мы прожили четыре с половиной года и, собственно говоря, я был доволен и порхал в небесах с этим человеком и был счастлив Вот она мне говорит, я хочу ребёнка тебе родить При всём при этом она ушла из дома Более того, всё, что было у меня в квартире, она вывезла Скажите, что вы чувствовали? Глубокое-глубокое разочарование и боль Боль от того, что, собственно говоря, я этому человеку готов был и так всё дать Что ты собрался за нить или что? Да Я не пойму, зачем тебе это нужно? Саша Зачем тебе жениться? Представь себе, ты приходишь и перед тобой ставят невесту Ты не знаешь, куда ты едешь, зачем ты едешь, для чего ты едешь А вдруг? И как ты попадёшь? Машину-то ты тщательно выбирал? Ну да, Маша, я думаю, я ничего не потеряю На этом проекте я бы хотел встретить свою судьбу Чтобы эта женщина была душевная, жизнерадостная, добрая, красивая Для которой слова честь, совесть не являются пустыми На мой взгляд, Дмитрий очень нуждается в человеке, который будет принимать его заботу Ему нужна женщина интеллигентная, мягкая, умеющая чувствовать Ну вот ты только что описал Гею Гея действительно интеллигентна, умна, очень мягкая, тактичная Она очень хорошо подстраивается под другого человека Мне кажется, Дмитрий тоже может много чего ей дать Потому что она ищет мужчину, который был бы для неё защитником Это странно прозвучит для женщины 47 лет Но Гея будет впервые замужем Она впервые будет жить с мужчиной отдельно от своей мамы И тут вопрос, сможет ли она отказаться от своих моделей поведения Сможет ли она стать взрослой, мудрой женщиной Ну что ж, перед этой парой стоит непростая задача Но счастье, как правило, ей не достается легко Всё в их руках Вау, Гея, ну ты принцесса А сегодня магазин закрыт Ой-ой-ой, спасибо, тут написано «Одружение на осли» Покажи Сановна Гея, запрошу ему на ваше гласное веселье Наречений уже чекает на вас Боже, он, бим же е Бим же е Ура! Смотри, какая жена Кто хочет сказать? Да Спасибо Шановный Дмитро Запрошу ему на ваше власное веселье Наречено уже чекая на вас Вау! Дякую Что тут такого выйти замуж? Вот раз, пошла и вышла Сегодня первой мне позвонила мама Будильник, а потом мама И моя мама Мне сказала так очень Не знаю, так уверенно, спокойно и мудро Дорогая дочь Выходи замуж Вперёд! Я единственная переживаю, чтобы он не был стареньким Мамуля, привет Привет, Димочка, привет Посмотри, всё нормально или пуговицу ещё одну расстегнуть? Поправ воротничок, чтобы вот здесь у тебя этот воротничок хорошо сидел Хорошо, мама, спасибо Да Всё, мамуль, поехал я Всё, всё, целую Надо грудь высунуть А, надо поворачиваться Будьте добры, пожалуйста Да, как-то Делаем грудь, а то подумать, что бракованный товар подсловывают Я очень боюсь открыть глаза Я вообще хочу быть с закрытыми глазами Мы его первыми увидим Давайте, что мы вам как видим Не показывайте им первыми Паля, вы всюду Паля, пожалуйста Мы говорим Гелия, руки в ноги, бежи Паля Поехали замуж Конверт – это сюрприз для моего мужа Моя уверенность в том, что мужчина обеспечивает семью И добытчиком, заработчиком для семьи, конечно же, является муж Поэтому дорогой муж вперёд охотится за мамонтом Вот, я тебя жду у семейного очага Встречаюсь, расспросил к тебе объятиями И я вижу в том, что ты успешный охотник Мне очень интересно увидеть свою будущую половинку Конечно, это меня очень сильно интригует И из расчёта того, что наш семейный бюджет должен составлять одну неделю Думаю, что 400 долларов – это достойная сумма Волнение Ну, а поможет ли волнение вообще в моей ситуации? Поэтому настроение бодрое, хорошее В ожиданиях увидеть свою будущую половинку И, надеюсь, она меня не разочарует Здравствуйте 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 И как чувствуете себя? Чувствую себя отлично Вот вы откроете фату, и что вы там ожидаете увидеть? Королеву Ожидаю увидеть королеву Но вы же знаете, что королеву делает король Да Поэтому от вас тоже очень многое зависит Я буду сплаваться Я в вас верю Замечательный символ Прошу вас на вашу сладьбу Добрый день Этот букет для вас Я с трёх ночи не сплю Ну что же, это, наверное, естественно волноваться Перед тем, как увидеть того человека Который станет вашим мужем Шановные молодята, дорогие гости Мы зібрались в цей прекрасный день Чтобы объединять доли двоих авантюрных незнайомцев И именно сегодня они сподеваются Зустріти свою другую половинку Я хотела б почути від вас Чи за власним бажанням Та с доброю волі Ви вступаете в шлюб Так Тепер наречена Так Ваша згода Дає право зареєструвати ваш шлюб Але спершу я хочу почути ваші обідниці Наречений Повторюйте за мною Я беру тебе незнайомку собі за дружину Я беру тебе незнайомку собі за дружину Сначала був голос Тепер наречений може підняти фату і поцілювати наречену Повторюю Повторюю Ну вот такой вот мужчина Который, мне кажется, он пользуется вниманием у женщин Я почему-то в этом уверена Я не сомневаюсь Оголошую вас чоловіком і дружиною Такой момент волнення, когда люди видят друг друга первый раз А гости начинают кричать Гойка, Люба І я не знаю, мне когда сразу цілуватись я зніяковіла Ну ціловице він гарно, добре Це він вміє Неудобно було при всіх рассматривати фігуру І більше того, під фотою її сильно не розмотриш Це і дураку понятно Але я все со временем за неделю, конечно, живую вижу Калечко появилось Такое серебряне, беле золото В моєї життя дуже багато жінчин було І красива обертка це ще нічого не значить Але в цьому чоловіке чувствується душа Тепер я жена А де ваше гости? Не смогли Що таке? Не поверили? Не поверили на обстоятельства Я хочу вручить вам ключи от квартиры, где вы будете жить вместе 7 дней А ще завтра вы дадите друг другу задання для того, чтобы проверить, подходит ли вам ваш избранник Ну а сегодня вас ждет романтическое путешествие За вас, за вашу семью Отлично! Отлично! Все супер! Мы вообще с самого начала верили в эту авантюру Честно говоря, у меня всегда вызывали подозрения люди, мужчины с лишней расстегнутой пуговицей на рубашке Но мне кажется, у него есть чувство юмора, а, наверное, это то качество, которое очень важно, если строить какое-то будущее с геем Моё особистое чувство, что это не просто ее человек, а что это ее доля Мне кажется, что они даже чем-то схожи Зовні У меня длинная жизнь, думаю, длиннее, чем твоя Вот, кстати, до какого года рождения? Секрет Возраста своего я боюсь И я, когда знакомилась с мужчинами, я всегда заявляю о том, что возраст – это цифры И на цифры не надо обращать внимания Почему сегодня нет гостей твоих? Почему нет родных? Я тебе скажу, если бы это была экстра, неординарная ситуация, я попал в какой-то замес Вот, то мои бы друзья были рядом И сегодня ты так уверен, что тебе поддержка не нужна? Я уверен в своих силах Сергей, я суворовец Все равно есть какие-то такие фактические у него Женщины падают к его ногам, он умеет ухаживать Когда я непосредственно, знаешь, думал о свадебном подарке тебе Так получилось, что Ту вещь, которую я тебе хочу подарить, она почитаема 1 мая 1 мая я родился Это знамя Это знамя Да, это какое-то знамение в моей жизни, и я уверен, что оно неспроста Б 1 мая 2002 году я и мои друзья попали в замес серьезный с плохими парнями Мы были порезаны, вот, и собственно говоря, в этот день мы обрели вторую жизнь Эта икона, она называется «Нечаянная радость» Смотрите Да, это все ручная работа Она имеет большое значение, как в моей жизни, и я хотел бы, чтобы она помогала тебе Это очень неожиданно, спасибо, господи Будь счастлива Это я сделала с твоими руками, это печенечко и вареничко Мы оценим Но с вами всегда кричат горько, а я желаю, чтобы у тебя была сладко Вся жизнь, чтобы была такая сладкая, как твои дары За нас, за тебя отдельно Гея выглядела прекрасно Я в этот момент переживал большие положительные эмоции Мое сердце пело Прилюдию Иоганна Себастьяна Баха В переложении Александра Зелотти Посвящается Дмитрию Самые большие эмоции именно от посыла Гейнова И это очень здорово, когда муж и жена стараются друг для друга Это самое ценное Во время романтического вечера я вижу Боже мой, так он же романтик Он верит в любовь, он ищет любовь Он хочет каких-то идеальных отношений А вот Гнездо наше Я вижу красивую отбертку, и мне хочется съесть конфету Узнать, все-таки, какая начинка Ты идешь спать на балкон Слушай, ты какая-то жестокая женщина Вот ты меня совсем не жалеешь Кстати, я надеялся, что ты будешь заботливой И бережно ко мне относиться Казалось бы, такой момент, такой сердечный Такой, в общем, мы уже вместе ложимся То есть понятно, что есть там какие-то симпатии возникают И все равно вот это Не-не-не, дорогой Иди-ка ты на диванчик Я женщина И для нее может быть какие-то моральные барьеры И тому подобное Я не хотел бы давить на что-то, шантажировать Я хочу, чтобы это было только с душой и только сердцем И никак иначе Своим примером я буду показывать Ей, как надо Относиться друг к другу Поцеловались, в общем, это было так, ну, тепло В принципе, как будто мы уже сто лет вместе Ой, как уютно, уютно Что будем делать сюда? Твои предложения Мои предложения, как-то хочется человеческой еды Что ты ешь? Да Я же не знаю Все, что приготовишь Да я не капризный И поэтому я предлагаю Обсудить вопрос нашего бюджета И, исходя из того, сколько денег Подумать, что мы купим с тобой Я положил туда 400 долларов Из расчета того, что, ну, тысяча гривен в день И плюс-минус какие-то страховочные Боже мой Это хорошо? Да, ну, я надеюсь, нам хватит, как ты думаешь На твоем мнении На моем мнении, да А ты, твой бюджет тут недельный какой? Ну, я, в общем-то, колебалась И сначала у меня была мысль, что да, я положу туда деньги Но вдруг что-то пойдет не так Вдруг Ну, вдруг вот я взбрыкнула Вдруг мне не понравится Я не знаю, психану У меня почему-то все время в голове мысль сбежать И я подумала, что да, мне все-таки деньги будут нужны Знаешь, чтобы вот купить себе билет И тихонечко так раз-раз и уехать сюда Я передумала и сказала, что нет Что вообще главный мужчина И мужчина это добытчик И он обеспечивает семью И поэтому я полностью доверяю Такое дело, как добыча средств к существованию Подрастроила Подрастроила Не потому, что Она туда что-то не положила Абсолютно нет Но человек, который ехал за своим счастьем Вот И заранее предвидел То, что может Уехать отсюда То есть не готов был Идти до конца Для того, чтобы у Дмитрия были чувства Женщине Обязательно должно быть его доверие к ней И сейчас ее поведение не создает это доверие А без доверия эти отношения невозможны Он слишком много был в жизни травмирован Да, это какой-то такой момент Который точно внес холод в их отношения Так все хорошо начиналось Так замечательно Они друг другу понравились А тут прям пробежал холодок И это видно очень явно А себе какую роль Как женщине ты отводишь? Я добыча, это понятно Обязан обеспечить Ну я же хранительница семейного очка Что в это входит? Ну, значит, я тебя кормлю Я готовлю Значит, я тебя встречаю, провожаю Кормишь, готовишь Что еще делаю? Веселю Весели Составляет компанию Да Еще какие факторы Я реально на данный момент чувствую, что Гея Больше как девчонка, не как зрелая женщина У нее нет жизненного семейного опыта Я предлагаю создать какие-то задания для того, чтобы каждый из нас Ну, как-то друг друга протестировал, да? Ну, по каким-то параметрам Ну, мне кажется, что он чего-то такого страшного и ужасного не будет предлагать Так, правда Первый класс Да Встреча Встреча Давай я буду угадывать Встреча чего или кого Встреча Нас с тобой Ну, мы уже встретились, да? Да Встреча с... Мое имя А это из области фантастики? Ни один твой друг не приехал на свадьбу Вот как-то ни один Ну, на свадьбу... Как я могу их встретить? На свадьбу они не приехали А по поводу того, как устроить встречу Я надеюсь, у меня хватит сил и средств это все организовать Мои друзья знают меня с детства Естественно, я хотел бы использовать вот этот шанс Чтобы на основании того, как она их встретит Как они пообщаются Мои друзья сделают какие-то выводы Вот и, скажем, дадут мне свой вердикт по геи Для меня, конечно, очень важно в наших с тобой отношениях Как бы ты заботилась обо мне? Продолжишь? Мама? Манка Маникюр Молодец Тебе маникюр делать? Да Ты же мужчина Какой маникюр? Стоп Одну секунду Или мне маникюр? Нет, это... Чтобы у меня были красивые пальчики Я считаю, знаешь, мужчина не мужчина Но в моем понимании Вообще никакого не делала Не ухоженные руки Не делала Такого вообще никогда Ну, это моя просьба А ты как к этому отнесешься Это твое личное дело Да, я его не делал Вот специально ехал и не делал А что, он обычно делаешь маникюр? Да, всегда я его делаю Вот Что, в парикмахерской? Ну, конечно Не, ну, когда я живу с женщиной То они мне сами делали это По желанию Ух ты Без того же, что просто хотели Ну, как-то обо мне заботиться Не хочу я это делать Вообще Вот это второе нет Первое еще может быть Не собираюсь я это делать О, боже Я Я Я маникюр и педикюр Диме Вообще Ну, как-то Для меня это прозвучало По меньшей мере странно Желание, чтобы твоя жена На второй день знакомства Сделала тебе маникюр и педикюр Он хочет подтверждение Своей значимости для нее Это желание проверки Женщины, насколько ты меня любишь Он не уверен В том, что женщина может его любить Негативный опыт прежних отношений Здесь сказывается напрямую Мне бы было приятно Если бы мне сделали маникюр и педикюр Давай за мнением я тебе тогда напишу Массаж, допустим, спинки Я не хочу делать педикюр Массаж Ну, мы обсудим чуть позже Массаж спинки И для меня бы, конечно Хотелось бы Чтобы ты мне Раскрыла Все свои Тайны Они же у тебя есть? Нет Ну, вот мы и побеседуем У меня нет тайн Уверенность в человеке Это Мега большая ставка для меня Опять же скажу Знаете, можно с человеком прожить всю жизнь И не понять, с кем ты живешь И ужаснуться под конец жизни Вообще, я с кем ты жил И никогда этого не видел Он хочет что? Понимать Какая там моя прошлая жизнь Я считаю, что вот мы здесь есть И мы строим Все с чистого листа Вот И как-то куда-то углубляться Внедряться Может быть и не надо Тебе задание всего Вообще легкотня Ну, единственную сказку На ночь мне рассказать Видишь, какое прекрасное задание Творческое, легкое Полет фантазии Хорошо Паникюм, паникюм Как девочка В 25 лет с ними ведет И зачем ей эта сказка То, что я расскажу Ну, я бы мог колотка рассказать Там и репку Я что, с детства У меня думаете, в детстве Сказки не рассказывали? Ну, ничего удивительного Ни в поведении геи Ни в ее заданиях пока нет Открываться она не хочет Она хочет легкости В прошлом ничего не было Никакими драмами Я не хочу с тобой делиться Никаких тайн Как у любого взрослого человека У меня нет Просто расскажи мне сказочку На ночь И будем считать Что таким образом Мы строим отношения Вообще, со стороны 47-летней женщины Слышать просьбы Расскажи мне сказочку Это, конечно Интересно Димочка, все Мне эта тема уже Порядком надоела Хочу есть вообще Чтобы мы ели сегодня Нормальную еду Тогда мы можем Погнали за продуктом Ты борщ умеешь готовить? Давай борщ сделаем Давай Подсолнечное масло Есть мусор Вам рафинованный, нерафинованный? А покажи мне, если жарить Ну, какое Это не в курсе Я понял Рафинованный, нерафинованный Я не в курсе Я знаю, как выглядит бутылка Мою не сбрать Приправы брать Ну, бери, конечно Что ты спрашиваешь? Так, хорошо А вот в ту кофемашину Мы какую-то Заправим кофе? У нас кофемашина такая Красивенная Ну, вот это мы заправим Какое купим? Ты же разбирайся Я не разбираюсь Я поняла, что ходить с мужем На рынок Очень хорошо Удобно Потому что Он как-то быстро ориентируется Знает, чего он хочет Смотри, какие красивые Вот эти стейки Толстолок Ну, его жарят А, да? Все, я поняла То есть это мы не запекаем Нет Кабачок Тоже тушить Нет? Не надо Хочешь Хорошо И кабачок То, что она теряется В выборе продуктов Конечно, мне это Не нравится И меня расстраивает Ну, как-то так А вот так Посуда моечная Мы потратили с тобой 2000 гривен Ого Да Приятно Ничего себе Надо на неделю Дима шуршит на кухне И он очень так Все хорошо Быстро делает То есть у меня вообще Какая-то такая Идеальная картинка Думаю, боже Какой-то киногерой Такой вот Мечта всех женщин Я же хранительница семейного очка Что в это входит Ну, значит, я тебя кормлю Я готовлю Гея почему-то решила Что мужчина должен Абсолютно волокти все Вот Взамен пока как хозяйку Я ее не увидел Ну, пока что ничего В поведении геи Не поменялось Она как привыкла Жить с мамой Которая стирает Принимает решения Знает, что нужно приготовить Понимает, чем отличается Рафинированное масло От нерафинированного Точно так же Она живет сейчас С Димой Ну, Дима четко показывает Что он хочет рядом с собой Хозяйку и женщину Которая будет заботиться о нем Я точно знаю Что сейчас Гея Проходит курс молодого бойца Она учится тем навыкам Которого у нее раньше Просто не было Это первый ее опыт Полноценной Настоящей Реальной Семейной жизни Маликюр не хочешь? Ну, взял Сегодня нет Я не буду делать В пиранте Спасибо Да, потому что я это реально понимаю И вообще Лучше если его делать Тогда давай как-то с утра Давай Надо делать все с настроением Я сегодня просто поужинаю Гея Извините На Отлично На, вот ты не помогла мне, видишь Виноват Ну, все, хватит уже Шучу Ладно Ладно, я знаешь что Что можно сделать Один, другую, Паш А с этой что? Пойдем, Паш, пустите, замочите постижу Ты знаешь, как это сделать? Ну, да Ты поможешь мне? Ну, да Да, супруга Сегодня придется сделать Когда Не только сегодня Все время Сколько будем жить Субтитры сделал DimaTorzok Тебя родители должны были назвать феей А не геей Молодец Хорошо выглядишь Спасибо Сегодня особенный вечер Особенный тем, что у нас С тобой создаются свои традиции Традиции Вместе Проводить ужин За семейные традиции Давай, да За наши Да Хороший теплый вечер Хорошее у меня теперь настроение Вот рубашка его подпортила Ну, заметь, ты ее видишь, да? Мне кажется, у тебя Гумными руками Чемодан рубашек Нет Вот, кстати По этому поводу Чемодан костюмов Я хочу тебе этот момент пояснить Я как суворовец Как офицер Вот Обязан всегда выглядеть То есть это военная выправка? С иголочки Да, это с детства, наверное Именно суворовских лет Выглядеть всегда достойно И с честью Ты со мной не согласна? Если ты со мной согласна Тогда я еще раз повторю Я всегда должен быть готов к любой ситуации Поэтому у меня такой большой гардероб Это А Б Значит А я хочу ужинать Да А? Я хочу ужинать Хочешь что? Ужинать Я понял Постоянно Дима повторяет Что я хочу, чтобы ты поняла А ты меня не понимаешь Какие-то интонации Поучительные И назидательные У тебя какие-то часы необыкновенные Часы необыкновенные, да И история этих часов такова Вообще Это одна из самых древних часовых компаний Они делали еще часы для Наполеона Часы делались для высшего руководства Их партия всего 50 штук Лимитированная Ты кушай, кушай Я тебя не отвлекаю Уши же свободные твои Каждый год Цена этих часов увеличивается на 8% А через 10 лет Дима очень так много говорит Рассуждает И я иногда сижу, так теряюсь И у меня впечатление, как будто я на проповеди Здесь, если ты видишь Золото, если Гея Гея А я тебе нравлюсь Как женщина, когда вот я в поле его внимания Все, я таю Правда Да, я хотела стать твоей женой Давай из-за этого выпьем Давай За такое откровение Тогда тоже мой вопрос Наверное, что его рано задавать Но ты бы хотел построить свою жизнь со мной Ни да, ни нет Я не знаю Это честно Для меня это новый человек в жизни Я хотел бы уверенности в этом человеке Резануло Ну, неприятно Он не уверен Не уверен в том, что нужна ли я ему Ну, нужна ли ему такая женщина Я не хочу гать И все, что я говорю, Гея Я говорю, это чистой души и от сердца Дивіться, після рекламы Колишній військовый Проти тещи вчительки Я ей сказал, Гея Учителя, люди задержанные Воспитанные Они Твоя задача молчать И слушать меня Чим обернеться знайомство с друзьями Это мой друг детства Меня зовут Барон Я увидел тебя рядом с Димой Хорошая девушка Наливайте мне 100 грамм Потому что я уже не могу Я вообще тебя не узнаю сегодня И что переможе Романтичные почуття Або сумнивы Для меня это принципиально важно Насколько человек со мной Откровенен и честен Оставите ли вы кольца или нет Теперь ваше решение Тогда тоже мой вопрос Наверное, тебе рано задавать Но ты бы хотел построить свою жизнь саму? Ни да, ни нет Я не знаю Это честно Для меня это новый человек в жизни Я хотел бы уверенности в этом человеке Резануло Ну, неприятно Он не уверен Не уверен в том, что нужна ли я ему Нужна ли ему такая женщина И я не хочу лгать И все, что я говорю о геях Я говорю это от чистой души и от сердца Надо было смягчить этот удар Вот, скажем, именно потушить вот эти эмоции Отрицательные какие-то переживания Я принес тебе Чтобы ты не забывала, что я твой муж Он тебе всегда напоминал И чтобы всегда цветы находились рядом с тобой Я поняла То есть макет Я предлагаю Выполнить задание Выполнить задание, да Хорошая у тебя постелька здесь Ложись сюда Ко мне на плечо И я тебе расскажу сказку Эта сказка Ты ее сам сочинал? Нет, я ее не сам сочинал Она волшебная? Волшебная Страшная? Нет Но она поучительная Со смыслом А ты опять будешь как проповедник мне рассказывать? Нет И почему как проповедник? А потому что ты все время говоришь Говоришь, говоришь, говоришь Я разозлила сильно И у меня вообще есть желание сказать Да пошел ты Не хочу я твою сказку Спокойной ночи Она понимала, что она говорит И что она несет Какой посыл в своих словах Что однозначно Если она хотела меня уколоть То она меня уколола Гея хочет Тепла Уюта Заботы Но она не готова это отдавать Во-первых Она проявила полное неуважение К тому, что для него важно Более того Она сделала ему больно Обозвав его проповедником И нивелировав его значимость И важность В оправдании геи я хочу сказать Что она действительно не относится К своим действиям настолько серьезно И у нее действительно нет опыта Построения таких серьезных отношений То есть то, что происходит у нее с Дмитрием Для нее абсолютно нормально Он ее грузит Она капризничает Он предъявляет какие-то требования Она старается их избежать Он выводит ее из зоны комфорта Она старается в эту зону комфорта вернуться И она не очень внимательна к тому Как реагирует мужчина рядом с ней Делает она все это точно не со зла Мне кажется Что гея она чуть-чуть глухонемая Она меня не слышит Ее замечания вчера вечером По поводу Как она сказала Священник или проповедник Что я не хочу слушать твои проповеди Или еще что-то Как-то вот съезвило и уколуло меня Мне это очень сильно не нравится Это серьезный тревожный звонок Дима, ты куда такой нарядный? Нужда в педикюре, маникюре Она отпала Ты же там все сделал? Состояние себе позволить поехать Это сделать я где-то Вот Но я что хочу тебе сказать Наш вчерашний разговор Твое замечание по поводу Как ты сказала Проповедник Проповеди читать Мне это неприятно Для меня это серьезный звонок Я хочу, чтобы ты о чем-то задумалась Мы договорились Я утром тебе сделаю маникюр Мне он сейчас уже не нужен Ну все, ты идешь себе думать, правильно? Нет, я пойду себе сделаю маникюр Ну пойди сделай маникюр Просто в этом Или просто в том Что именно? Просто в том или в том? Ну я не знаю Ты же куда-то идешь делать маникюр Просто в этом? Ну делай Все хорошо Давай сегодня проведем день отдельно Ты отдельно, я отдельно Любой каприз за ваши дни Отлично, договорились Ура! Ты знаешь, если тебе такую радость доставляет Быть по отдельности А вчера ты мне говорила, что я хочу Ну хотела бы, да? Я передумала Я уже не хочу Ты знаешь, ты человек ветреный Ты сегодня такая, завтра такая А как мне с тобой жить тогда? Если я могу расписаться А послезавтра ты меня вычудишь Димочка А как с тобой можно жить, если ты говоришь, что Чтобы любить тебя, тебя нужно любить и прощать Дима Это вчера то, что вот там проповеди читать Что вот эти вот какие-то грязные намеки мне Я их не ем, они мне не влезут Прекрасно Боже, как я могла сказать, что я хочу за него замуж? Да не хочу я за него замуж Абсолютно Нет, это не мой человек Абсолютно Я не буду этого терпеть Оно мне нахрен не надо И хорошо, ну я что, придаток какой-то ей по жизни? Она хозяйка Ну протри полы, блядь Просто элементарно Встань утром, приготовь мне что-то там Кофе, блядь, чай или еще что-нибудь Дмитрий несколько раз акцентировал на это внимание И я продолжаю считать, что у него есть определенная неуверенность Как следствие прошлых отношений и предательства И сейчас ему нужны постоянные подтверждения о том, что женщине можно доверять Гея не дает достаточно этих подтверждений Она действительно игнорирует очень много достаточно прямых посланий Я хочу, чтобы ты была хорошей хозяйкой Мне важно, чтобы ты заботилась обо мне Мне нужно, чтобы ты проявляла какой-то такт и уважение к тому, что для меня ценно Мне кажется, что вот именно это стало той последней точкой, когда произошел конфликт Вы замужем? И потом возрастают проблемы, которые перерастают в какую-то трагедию Правильно? Да Ну, я бы в таком ходе, иначе не знаю Когда люди обижаются друг над другом и начинают выдерживать какие-то паузы Это может привести к большим трагедиям Надо все разговаривать и обсуждать Хотела из геи сделать приятное и сделать первый шаг к перемирию Чтобы она понимала, что нужно уметь делать первые шаги Спасибо, тебе было Привет, Нагия Привет Пойдем Сразу как-то градус моей тревоги, в общем-то, успокоился И что, без этого? Малину не будешь, что ли? Я буду, я тебе цветочек аленький принесу Аленький цветочек Он у меня упал под ноги в парке Я думаю, принесу Диме Он будет напоминать мне все время о тебе Такой же колючий Я его подняла, когда я хотела сказать, что это ты Тебе что-то не нравилось? Что тебе? Ну, раздражает моим поведением То, что там по поводу, как ты сказала Сейчас проповедь не читаю Я насмешек не терплю А какие-то шутки, юмор бывают у тебя? Ну, знаешь, ты подбираешь какие-то неправильные шутки Можно же пошутить, но подобрать какую-то тему второстепенную Не трогая меня Мы же с тобой люди для друга абсолютно новые Мы друг друга вообще не знаем Мы прожили с тобой здесь трое суток Ты ни разу не протерла полы Для меня это показатель Дима, ты во всем прав Абсолютно Подожди, я хотел бы Я не жена Я не умею быть женой Я? И от того, что мы дали клятву Или я тебе принесла клятву Я не могу включиться и так вот стать женой Я буду стараться Я уже обжигался на этом И я не хочу наступать на те же грабли повторно Я знаю, как это больно Вот мне-то попалась такая продуманная А она мне плела по поводу того, что На чувствах моих играла И вывезла в с*** квартиры С магазина в с*** вывезти О чем можно говорить? Вот можешь себе представить? У меня трагедия была в голове Я не хочу больше экспериментов Ставки очень велики Вот непосредственно то, к чему мы приходим Для меня вот мой остаток жизни Вот И то, что я ставлю на кон Это самое ценное, что у меня есть Тебе не нравится, может, моя чрезмерная требовательность Какая-то там, знаешь, настойчивость в чем-то Какие-то там проблемы с характером Я буду с этим сражаться Сражаться сам с собой Но я не знамся ей Начинать меняться ради Димы Прямо сегодня и сейчас Но мне интересно прислушаться к нему К его мнению Ну вот не знаю, как меняться Почему они здесь? Сегодня я первый раз увидел, скажем, что У нее есть желание, посыл Что-то изменить, что-то понять Вот И я начал чувствовать ее тепло Это еще решила меня завоевать сразу Гея Я в гее это вижу Что она хочет раскрыться Но я реально понимаю, что гея Она нестабильна В поведении Задаются какие-то, скажем, сомнения А я не хочу вот в раздумьях сидеть Ну шо, как у тебя получается? Я Я идеальная хозяйка Я примерно жена Это я, посмотри на меня Я вижу, ты стараешься, да Я предлагаю переместиться в другое место Куда-то ты хочешь, чтобы мы пошли В спальню Не, 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 для тебя это будет сюрприз Ты не против? Хорошо Ну все, дай Смысл этого мероприятия Что Меня в жизни Слишком много обманывали И для того, чтобы Ну вот убрать у меня какие-то сомнения Я хотел бы все уточнить Через детектор лажат Будем считать Может разведчик? Или ты разведчик? Почему? Не, не разведчик Но это просто жизнь Ну я думаю, что у него просто такое патологическое Недоверие женщинам Но в то же время Вот этот его страх Страх потери любви Это больно Это очень неприятно И для него это как-то даже Мне кажется, трагично Такая необыкновенная креселка Необычная Я хочу, чтобы она Ответила на мои вопросы И очень надеюсь, что она будет говорить правду Вы когда-нибудь предавали мужчину? Да Вы когда-нибудь были чьей-то любовницей? Да Вам важно, сколько у Дмитрия денег? Да Во время дравоучений вас, Дмитрий Вы проводите параллели с дравоучениями Вашей матери? Нет Вы бы хотели детей от Дмитрия? Нет Вы бы хотели стать женой Дмитрия? Навсегда Нет После ее слов сегодняшних Что она мне сказала Я не хочу выйти Мне не очень хорошо Но потому что для меня Это очень серьезный вопрос Ты все время в негативе И ты все время в прошлом И ты там копаешься И что ты там раскапываешь? Тебе легче от этого? Послушай Вот у кого мне уточнить? Правду ты мне говоришь или нет? А, то есть будем уточнять у полиграфа Подожди Мы с тобой два незнакомых человека Знаем друг друга три дня Для меня это принципиально важно Насколько человек со мной откровенен и честен Если измерять свою какую-то прошлую жизнь У всех следующих твоих женщин По-моему, это ненормально Я бы не хотел там, знаешь, жить И себе какими-то догадками Правдива ты со мной или нет Для меня вот будет показатель того Что то, что мы с тобой общались Человек подтвердит Да, она честна перед тобой Время нужно ходить в полиграф Да? Да при чем здесь полиграф? Чтобы ты могла понимать Спасибо Предлагаю сделать паузу Дима как-то очень по-воинственному Говорит, что вот он пришел Сражаться за свое счастье До последнего патрода Меня удивляет С кем сражаться? Где войска? Или где враги? Покажи, куда стрелять? В кого? Это самая частая ситуация Конфликтов в семье Когда оба человека правы Но не слышат друг друга На мой взгляд Здесь у каждого из них Есть своя правда Его можно понять Его обманывали Сейчас он испытывает Или начинает испытывать Чувство гея Он хочет подтверждения Что она не будет обманывать У нее есть своя правда Потому что для женщины Мужчина, который сажает Туэн на детектор лжи Это, по крайней мере, какой-то ненормальный тип Это действительно Какая-то чрезмерная проверка На честность Ну, ты знаешь С другой стороны Он военный Он привык, что Вся жизнь Это поле боя И какие-то проблемы Он привык решать Мне кажется Тоже очень радикально Вот для него Это метод Я считаю Что целесообразно Чтобы мы рассказали И пояснили Те результаты Которые получены Во время прохождения Детектора лжи Да, могут быть Кстати, очень интересны Не сомневаюсь И как вам? Живется вместе? Ну, есть чувство раздражения В геиных словах В каких-то поступках Дим, скажите, пожалуйста А с вами легко жить? Нет, конечно У меня слишком много требований Вот И не каждый это все воспринимает Так, как нужно Гея, скажите, пожалуйста Вы Ловили себя на ощущение Что вас получают? Что вам рассказывают Как надо правильно жить? Ну, у меня есть такое ощущение Когда Дима очень долго Как будто выступает Мне кажется Что ему нравится себя слышать У меня вообще такое ощущение Что вы Несете некое миссианство В мир Вы решили мир этот сделать лучше И поэтому ходите И всем тем, кто не понимает Как в правильном мире Рассказываете Гея Неправильно ты делаешь Я тебя сейчас научу Как быть правильной женой Я знаю Верите вы Неправильно верите Верите надо так Сейчас расскажу Я не хочу быть другим Я какой есть И если я до 47 лет Не поменялся в своих принципах Ну, наверное, я не поменяюсь И в оставшуюся жизнь Вот я когда слышу фразу Принимайте меня таким, каким я есть Для меня это оправдание всегда И разрешение на слабость Так что, если вы агрессивный Давайте ребенка, который Перелил чай по голове ступнем Я же такой, какой есть Я здоровый, агрессивный Нет, ну меня раздражает Чуть-чуть ваша логика Вы имеете право так думать Спасибо Но я не так думаю Естественно Я буду выдавливать с геи Столько, сколько мне нужно Для того, чтобы я был уверен В своем поступке У тебя, Дим Очень сложная личная история В которой тебя много обманывали Ты пережил очень много боли И сейчас ты хочешь максимум гарантий Что когда ты вступишь в следующие отношения Ничего этого не повторится Абсолютно верно Да Человек, который любил и расставался Он поймет, о чем я говорю Это очень дикая, большая боль для меня И я не хочу больше наступать на швабру второй раз Ну второй или третий или четвертый Я устал наступать на них Ну так тогда теперь есть выбор Или мы всех женщин назовем Предательницами Да И поставим крест на отношениях Или мы снова рискнем Можешь просто верить Вот просто верить Верить во что? В отношения В то, что у нас все получается Хорошо Я вас услышал, юмор Гея, а вы Вы же сразу Поняли, что Дима ранимый человек И его Ну и жесткость И агрессия Это вообще-то маска А вот то, что вы его раните Это способ некого протеста Геи Юмором Подколами Подколками, да Ну, наверное, просто у нас Есть такая манера общения Дома Действительно много иронии Есть ирония Как способ Каким-то образом Выразить свою агрессию Потому что ирония Это такая пассивная агрессия У вас сегодня был Детектор лжи И вы ответили Наряд вопросов Да Результаты этих ответов Сейчас мы узнаем Первый Вам важно Сколько у Дмитрия денег? Я сказала да Правда Важно Во время нравоучений Вас, Дмитрия Вы проводите параллели С нравоучениями Вашей матери Ответ был нет И это неправда Проводит Мама любит вас поучать? Да Скажите, а в чем разница? Ну, это кратко как-то происходит Вот это вот единственное отличие Между нравоучениями Мама и Дима У мамы они короткие В виде приказа А у Димы они более длинные Ага Я понимаю Вы бы хотели детей от Дмитрия? Вы ответили нет Детектор лжи сказал Что это неправда Правдивый ответ да Вы бы хотели Остаться женой Дмитрия навсегда? Я сказала нет Нет Ой, подожди, подожди А вот это вот Я сказала нет Это как Мужчина должен Истолковать Потому что это неправда Детектор лжи говорит Что это неправда У вас есть то Что необходимо торгом У вас есть прекрасное качество Вы умеете быть тылом Не учителем Не гуру А тылом У вас есть способность Дать женщине почувствовать Что вы решите проблему Это то Что очень ценят женщины Агея тот человек Который Любя мужчину Может разрешать ему Искренне Искренне Быть самим собой Вы едете в гости Друг к другу Вы смотрите Как живет Ваша половина Вы общаетесь С важными людьми Это еще один способ Для вас Лучше узнать А самое главное Понять Трудок И может быть Тогда многие вопросы Подозрения Страхи Уйдут Я Диме покажу Город Покажу те места Которые я знаю И люблю Я хочу сама посмотреть Что из этого получится Потому что это очень волнительно И для меня это вообще Совершенно какое-то Такое новое состояние Мне очень хотелось Чтобы Гея Имела понимание О моем быте Как я вырос О моих требованиях Каких-то С пониманием Почему у меня Это так в жизни Для меня это конечно Имеет значение Ну все Барон А что ты мычишь Как корова Это Гея Это моя жена Гея Меня зовут Барон Саша Барон Где это мой друг детства Добро пожаловать Спасибо Неплохая тенка Сериал Бригада Тара-тара-там Тара-тара-тарам Здравствуйте Здравствуйте Я вас Я вас Такое Представлял Спасибо Это Гея Сергей Можно Очень приятно Рад видеть Дима Что такое Жемчужину Все-таки Очень переживали Я понимаю Да Поддержка В серебряном Телефонном режиме Мне надо Чтобы ты Гея Показал Гостевой домик Чтобы она могла Готовить Пойдем С первого Знакомства Представления Ну вот как-то Мы сразу Подружились Да Спасибо То есть Почему-то Им Ничего доказывать Не надо Вартах Это посвящение Жены Будь хорошей Женой Будь Классной Быть Женщиной Значит Быть С мужчиной Держи Как это мудро Спасибо Держи Спасибо Занимайся А кем ты работаешь Вчера Большой важной Компанией Занимаюсь Пиаром Ух ты Как хорошо Дома Мне бы хотелось Чтобы вы все-таки Присмотрелись Хорошо Что геи По концовке Сказали мне свое мнение Для меня оно очень важно Сумма Главное Дима Чтоб тебе нравилось Она Она понравится Вдвойне Я перестал чувствовать Себя стариком Коля 47 Почти как 28 Первые дни Это же свадебный день Все-таки красиво В общем Это все Девоче-девоче Вообще Такая эйфория была И такой красавец Муж Ух ты Ну да Ну красавец Ну правда Ну правда Ну красавец Ну как мужчина Вот И как это Это уже вся эта церемония И так все красиво Организовано То есть Вот в облаках Вообще Парила Скажи пожалуйста Такой нескромный вопрос С кем ты общалась Со своей жизнью Правильно Почему у тебя не получалось Ну понятно 20-25 лет Все равно же были Ухажеры Поклонники Которые Звали замуж У меня Мама с папой Разошлись И я тоже смотрела Говорю Мам Ну зачем вам замуж выходить В том разводиться Честно говоря Когда Я увидел тебя рядом с Димой Действительно Ну хорошая девушка Нормальная Добрая Ну Ты будешь пив У нее же нету Семейного опыта Я ей стараюсь Что-то донести Чтобы она Могла построить жизнь Что-то понимала От этой жизни Когда я начинаю Пояснять Она мне залепливает Что ты мне проповеди читаешь Понимаешь Наливайте мне 100 грамм Потому что я уже не могу О Наконец-то Саша Я вообще тебя не узнаю сегодня Дим Честно тебе говорю Зная тебя Ты мозг выглязешь Понимаешь Реально Ты одно твердишь 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 Я понял Что Той призмой Которой я раньше подходил Если не стану Гибче Это будет Третья Четвертая Жена Понимаешь Поэтому Дим Здесь Компромисс идет Она вроде нормальная Лук режет тонко Понимаешь Человек все-таки Взрослый Человек Хочет Главное Что есть Желание Есть желание Быть с кем-то Во-первых Я с ней беседовал Она говорит Дима красавец Ну ты нравишься Дело в том Что красавец красавцем Но Это уже важно Приятная женщина Интересная Приятная женщина Стройная Умная Да иди до конца Сделай это О смотри Красавец Гея почти как фея Гея присаживайся Наверное Ну вот здесь Да ты при чем здесь Я при том Я друг семьи Что такое Водолей Что такое Водовар Согласилась бы Поехать С Дмитрием В другой город В другую страну Вместе быть с ним Вот Так Сразу Решить И Уехать Согласилась бы Согласилась бы Согласилась бы Ты бросишь все Все Для меня это важно Буду очень волноваться Как мама Вот правда Потому что я живу с мамой Это понятно Подожди Но ты готова Скажем распрощаться Со своей работой Со своим бытом С мамой Это главное в жизни Давайте выпьем Да Вот Слушай Нам надо Торопиться На то что я вас увидел Я вам говорю Братское спасибо Пацаны Спасибо что у меня есть Держись Ужин прошел Превосходно Друзьям Гея Понравилось Цветы Просто Это вот Мамина мечта Потому что Каждую осень Я думаю Такие цветы У нее за окном стоят И они до декабря Будут вот раскрываться Раскрываться То есть это цветы Тогда что тебе переживать Ну все равно Как мама Смотри Я уезжала Просто дочка Я возвращаюсь с женой Представляешь Ну так с цветами Я думаю Сегодня Мама будет довольна Мама есть мама Она все поймет Здравствуйте У меня по плану Массаж Извините Привет дорогая Целую Обнимаю Мама это Дина Очень приятно Димитрий Борисович Ключи Тебе Ты Галина Петрова Да Извините Мы же к тебе пришли Извините Но Галина Петровна У меня есть альтернатива Я все реально понимаю И мы не собираемся Вас как-то отвлекать И от чего-то там Ваши планы менять Мы бы хотели Скажем Ну на нейтральной территории Чтобы вы Скажем Не комплексовали Расслаблены были Мы вас приглашаем В ресторан С удовольствием Часов на 5-6 С удовольствием Вы не против будете? Я могу идти по делам? Конечно Меня ждут Цветы И торт Всего наилучшего Ребята Все оригинально по-своему Прочитал В Галины Петровны В глазах Какое-то смятение Какое-то недовольство И я, конечно же, очень сильно переживал за гею Папа Здравствуйте Привет Здравствуйте Привет Это я Папа, это Дима Это мой муж Дима, да Я, я муж Дима, Дмитрий Борисович Очень рад вас видеть Очень рад вас видеть Папа очень приятный и тонкий человек Умеет переживать И очень любит Гею Проходите, молодые Спасибо Спасибо Старшим всегда почет Родителям особенно Это мама Галина Петровна Здравствуйте Еще раз Присаживайтесь Пожалуйста Я удобно? Нормально Все, спасибо Чудесно Геи Имя Неординарное И единственное В переводе Что значит? Земля Земля? Ну, геология Это же богиня География Вдобавок ко всему Я оказался геологом Земля Первородица И так далее И так далее И в общем Давайте Выпьем уже Я хочу поднять точь За наше знакомство Гея Я тебя очень завидую Белой завистью Что у тебя И папа И мама Твоя задача Твоя задача молчать И слушать меня По-моему Теперь уже все понятно Твоя задача молчать И слушать меня Мама диктатор И правда В ее присутствии Как будто бы Все съеживаются Я извиняюсь Продолжу Гея очень сильно Переживала За то Как вы это все Воспримите Я ей сказал Гея У тебя мама Кто? По профессии Она говорит Учитель Гея Учителя Люди сдержанные Воспитанные В детском доме Росло что? Учителя Воспитанные Тихо Ты любишь сразу Или ты будешь молчать? Мама Ну что такое? Гея Ты папу очень любишь Я папу люблю А маму? И маму люблю А можешь их поцеловать? Обнять и поцеловать Для меня Это для тебя? Да А мы не целуемся Не обнимаемся Она вас поцелует Целуемся Будь счастлива Спасибо Мамули Все хорошо Чувствуется Что мама Конечно Поддавливает На Гею И до сих пор Не может понять Что Гея Уже довольно-таки Не ребенок И Гея 47 лет И у нее Нет личной жизни Радует вас Дочь Я настолько привыкла К тому Что она рядом Со мной Что мне конечно Столько лет Мы рядом Я что-то подумаю Она тут же делает То, что Я хочу Я каждый день Считаю дни Когда начнутся Проволки с собаками Потому что утром У меня с собакей Гуляют мало А с дочерью Они гуляют Два часа Для мамы Гея Максимум 15-летний ребенок Которым надо Помыкать И учить жизнь Я думаю Что мама Геи Когда Увидела Диму И начала С ним общаться Она подумала Что это достойный Соперник Знаешь Что радует Возможно Дима Действительно Тот человек Который Сможет Забрать Гею От мамы Да Дима Это ее Билет Все-таки В счастливой Полноценной Жизни Гея А ты Смогла бы Уйти от мамы Ну Если бы Полюбила Другого человека Я думаю Да Почему По вашему мнению У геев Не сложилась Личная жизнь На сегодняшний день Сейчас я тебе Скажу Дима Знаешь почему Я считаю Да Моя дочь Для мужчин Слишком умна Ее боятся Припечатала А что скажет Папа Девочка И женщина Ищет Молодого человека Мужчину Не хуже Папы И бывает Этот поиск Не находят Растягивается На Долгие 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 В детстве Мне мама Часто говорила Дети Будьте Доброжелательны И вот Когда Прошла Основная Часть Жизни И теперь Я вижу Что это Самое главное Дети Будьте Доброжелательны За семью Сегодня Гея была Не намного ближе Чем вчера Может быть Больше Какой-то Простоты И Честности И открытости Вот как-то Он меня удивляет Правда И Вроде Такой Мужчина Мужественный И вот Все равно Есть какие-то Романтические У него Вообще Направления Ну вот Правда Мне это Удивительно Я так Смотрю Чувствую Романтическое путешествие Меня впечатлило Сама обстановка Уединение Когда два человека Находятся Друг перед другом Их никто не отвлекает Им самое главное Никто и не нужен Я считаю Что наверное Это Одно из самых Больших эмоций Мне хотелось Летать И Левый Левый Лев bush Сюда Вот Ау 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 Миша Ааа Смотрю, что он так волнуется, аж лицо как-то так дрогнуло. Боялся. Я рад тому, что Гея на сегодняшний день, может быть, даже где-то живет в детстве этими мечтами, и разочаровалась в этой жизни суровой, грязной, и она все-таки оживет теми надеждами о встрече. Своего любимого принца. Так, друзья, ну что, уже все возможности поразмышлять вы использовали. И теперь пришло время принять решение, оставите ли вы кольца или нет. Гея, он и на кольцо. Я его не отдам. Повешу обратно себе на пальцы. Ого. Гея, теперь ваше решение. Я хочу, Дима, сказать тебе, что я тебя благодарю за терпение. Я хочу тебе вот такого ангела вручить. Белый цвет, цвет чистоты. Но это же ангел. Вот, и у ангела есть такое кольцо, и это кольцо я оставлю. Но на этом подарки не заканчиваются. И мы хотим подарить вам сертификат в романтическое путешествие. Спасибо. В данный момент я счастлив. Хотелось бы остаться счастливым на всю оставшуюся жизнь. Мы будем вдвоем-вдвоем. Я думаю, что мы друг друга откроемся всем по-новому. Я счастлива. Отрадно наблюдать этот фееричный финал. Это действительно очень трогательное. Они много трудились, они поменялись. И мне кажется, они очень изменили друг друга. Поэтому я верю в эту пару. И я очень рада, что мы с тобой поставили их вместе. Приятно видеть, когда усилия людей приводят к тому, что их жизнь становится лучше. Да, мы их свели вместе. Но потом работали именно они. Именно они старались научиться делать и партнера, и себя счастливыми. Естественно, первая встреча с мамой очень важна для меня, потому что я очень люблю маму. И если я в дом привожу человека, значит, у меня есть какие-то чувства. О, боже мой, господи. Да что ж мы без предупреждения? Это Гея. Это Елена Макаровна. Славненькая девушка. Первое впечатление порядочности. Очень хотелось бы, чтобы она была хорошей. Хозяйкой, хорошей женой моего сына. Мам, не переживай. И я думаю, что у них должно все сложиться хорошо. Для меня семья – это когда тепло. Это когда тебя ждут. Когда ты приходишь домой, и тебе просто хорошо. Вот потому что ты дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова